Ола, Бен здесь, с вами Нелли. И сегодня это будет видео про WorldSkills, потому что если вы подписаны на мой Инстаграм, то я часто вкладываю туда истории с моего волонтёрства. Никто вообще не понимал, что это такое, что происходит, поэтому сегодня я буду рассказывать, что такое WorldSkills, как быть волонтёром, каково это. Будет очень много вставок с мероприятия, так что заваривайте чай, присаживайте поудобнее и приятного просмотра. Я уже в волонтёрской одежде, покажу вам всё, что нам подарили, потому что вещей очень много. Наверное, начну я с того, что такое WorldSkills. WorldSkills — это чемпионат по профессиям, который проходит уже очень много лет. Это был 45-й чемпионат. Он проходил впервые в России и в Казани. Там, в общем, люди соревновались в разных компетенциях, в разных профессиях. Инженеры, брехмахеры, кондитеры. Наш город готовился к этому мероприятию целый год. Специально было построено Казань-экспо. Именно в этом месте происходил весь чемпионат. Тогда можно было бесплатно приехать, посмотреть на это всё. Максимум вам бы пришлось платить за электричку, которая стоит 40 рублей. Я была городским волонтёром. Я работала на вокзале. Мы показывали людям, как проехать в экспо как раз, как вообще просто ориентироваться по городу. Задействована в WorldSkills было 3688 волонтёров. Теперь расскажу, как стать волонтёром. Узнала я WorldSkills в своей школе. И мы ждали, когда наша учительница расскажет нам про WorldSkills. Но я уже видела то, что можно отправлять заявки. И я подумала, наверное, пойду не от школы. Просто сама зашла на сайт волонтёров, заполнила анкету. И там, получается, вашу анкету рассматривают. И потом вас приглашают на собеседование. В удобный для вас день, вы сами выбираете. Это был февраль. Я пошла на собеседование. Собеседование проходило в специальном центре волонтёров для WorldSkills. Прихожу я, значит, туда. Мне попалась очень милая девушка. Сначала она начала мне задавать вопросы на русском языке. То есть просто, почему ты хочешь быть волонтёром, как тебя зовут, там, да-да-да, где учишься. Мы с ней поговорили, а потом она предложила мне. Либо я буду сейчас читать текст и переводить его на английский, либо мы просто с ней поговорим на английском. Я предложила просто поговорить на английском. И здесь просто, я не знаю, знак свыше. В общем, мы с моим репетитором на тот момент ещё занимались. Я предложила, вот если я сейчас пойду на собеседование, давайте мы просто поговорим. Подготовлюсь я. Вдруг там нужен суперанглийский. Чё-то мы начали разговаривать о вопросах, которые она бы могла мне задать. Что-то про WorldSkills и так далее. Спросить, где туалет, где метро. И я говорю просто, блин, задала бы мне она вопрос про мою любимую группу. Я бы ей столько рассказала. Прихожу я, значит, туда. Она такая, хорошо, давай поговорим. И задаёт мне вопрос. Какая твоя любимая группа? Расскажи мне о ней. Я как раз с концерта по этим пайлотс вернулась пару дней назад. Я просто начинаю ей рассказывать. Я минут 30 рассказываю ей про этим пайлотс. И в конце она говорит мне, что она клика. Клика — это фантом твоей тему пайлотс. И она сказала мне, что будет очень рада меня видеть на волонтёрстве. И достаточно много времени надо было ждать, чтобы тебе сказали, волонтёр ты или нет. Где-то до апреля, а это было в феврале. Теперь расскажу вам, как мы работали вообще. У нас было три смены. Первая смена с 8 до 12. Вторая смена с 12 до 4. И третья смена с 4 до 8. Меня поставили в третью смену. Ты как бы мог прийти на свою смену, потом ещё остаться на вторую, остаться на третью. Так делала Амалия, она оставалась просто на весь день. До своей смены мы могли съездить в Экспо, потому что как бы мы на вокзале, тут рядом электричка. Сияет. О Кенада! Нам нарисовали флаги. Они выслеживают красивых венгеров. Но я тут не чё, что я... Он классно рисует. Я вижу, вот его рисунок шедевр. Амалия Робертона всех кормит. Робертона. Это же не заканчивается. Да-да-да, сейчас ещё придут. Я понял, что в школу... Пищ-пищ-мак возьму. Я хотел влезть в кадр. Блин, я уже отсняла видео и забыла вам рассказать супер историю. Когда мы ездили в Казань Экспо, там электрички ходят каждые два часа. То есть мы сидим спокойно кушаем и пишем нашей учительнице то, что мы не придём на нашу смену. Мы придём чуть позже, через два часа, когда приедет электричка. И наша учительница пишет, что типа нет, у нас нет волонтёров, вы не можете прийти чуть позже. Как бы мы сидим в другом конце Казань Экспо, кушаем, у нас осталось шесть минут до электрички. И мы понимаем, что мы остаться здесь не можем. Мы бросаем всю еду и от одного места Казань Экспо бежим в другое. Мы с Амалией бежали просто... Усейн Болт нам вам завидовался бы. Другие волонтёры нам орали не бегать. Кто-то нам орал, у вас одна минута, бегите быстрее. Тимур с Элиной где-то сзади плетутся с большим пакетом еды, который нам положили. Электричка прямо перед нами уходит. И мы понимаем, что капец, следующая электричка через два часа. Мы идём в аэропорт, потому что Казань Экспо находится прямо напротив. И дальше мы видим автобус. И мы как бы понимаем, сейчас нас пошлют нафиг. Подбегаем к водителю и сразу начинаем говорить, что вот нам надо сейчас очень срочно на вокзал. И мы понимаем, что водитель это очень прикольный мужчина, с которым мы познакомились на вокзале. Мы с ним уже общались все. Мы такие, о, здравствуйте! И он соглашается нас отвезти. Мы садимся, и получается мы ехали на автобусе первого класса. Он нам ещё потом денег на проезд дал. И он как раз в этот день не должен был выходить. Его вызвали на работу. Он никогда не ездил в аэропорт. Вот он только первый раз поехал. Он вообще из Москвы. И мы просто поняли, случайные знакомства, самые не случайные вещи в мире. У нас была такая палатка волонтёров. Мы волонтёры, и мы несем позитив в этот мир. Очень надёжный замок! Уля! У нас была цитата дня. Доброе утро, дорогие друзья, гости столицы и казанцы. Сегодня мы начинаем наш день традиционно с цитаты дня. И слово предоставляется волонтёру и львине. Цитата дня. Везёт тем, кто везёт. Спасибо за внимание. Очень много танцевали. Господи, боже мой! Субтитры делал DimaTorzok Угнала тебя, угнала. Как-то потом мы отошли от палатки и подошли полицейские и спросили, а где ваши девочки? Скорая вывезла. Но мы всех так заряжали позитивом, и нам в конце всего волонтёрства дали грамоту, как самой дружной команде. А, вот и форбайка. Мать, ты намочила то, что нельзя мочить. Давайте уж доливать. Это страшно. Я с ним учусь. Там у нас же, короче, с китайцами общаться, но мне сказали, что мы больные. Получается, началось волонтёрство 19 августа, закончилось оно 28 вчера. Отволонтёрили мы 9 дней, а теперь расскажу самое прекрасное. Что же мы получили за это волонтёрство, кормили ли нас и вообще, как это было. Сейчас я вам покажу всё, что нам подарили. Вообще, интересная история, как я ездила забирать форму. У меня в тот момент садился телефон, у меня остался 1%. Я, получается, туда пришла. Сначала дверь была закрыта. И когда я уже получила свою одежду, я вызвала такси, у меня как раз телефон сел. Ну, я такая, ну ладно, пойду пешком. И я вижу надпись «Казань», зачёркнуто. Где-то нахожу какую-то остановку. У меня денег с собой нет, но есть вот эта вот карточка, которую мне только что дали. Еду куда-то непонятно куда, где все говорят на татарском. Всё на татарском. В какой-то лес. Я просто почти 2 часа катаюсь по городу. Меня привозят к какой-то остановке. Я такая, так, я вижу ориентир какой-то. Я выйду здесь, потому что я не знаю, куда вы дальше едете. Нам дали вот такую вот аккредитацию. Также здесь у нас была симка. Симку можно было вставить в любой телефон. Там было 25 гигабайтов интернета, деньги на разговоры. И также нам давали транспортную карту, на которой было полторы тысячи. И мы могли ездить на любых транспортах. И к этому нам ещё подарили очень много одежды, в которой мы должны были волонтёрить. Во-первых, это вот эта вот футболка. Следующая это была пола. Сзади написано «волонтёр». Также у нас были специальные штаны, чтобы в них волонтёрить. Здесь они отстёгиваются, превращаются в шорты, тогда, когда было жарко. Но под конец волонтёрства было так холодно. Дальше это очень здоровский, тёплый бомбер. Потом дождевик. Кепочка. Знаете, мне идёт. Я пошла в МАК работать. Или в KFC, в KFC. Потом нам подарили какой-то мешок для обуви. Ещё одна футболка. Рулетка. Я не знаю, зачем нам рулетка. Ручка. Мне кажется, ручки дарят на всех мероприятиях. Значок. И наклейка на телефон. Подарили сумочку. Потом подарили талисману WorldSkills. Я для своей сестрёнки его забрала. Потом подарили, значит, колонку. У меня есть значок, который я нашла там на стенде. Написано «Я туплю». Идеальный значок будет носить его в школу. Ну и браслет WorldSkills. Как нас кормили? Всех волонтёров, в зависимости от того, где они стояли, кормили в разных местах. Нас кормили в доброй столовой. Еда была немного жирная, но её было очень много. Приятного аппетита! А теперь расскажу про последний день. Нам говорили про последнюю финальную вечеринку. Она как раз проходила вчера. Проходила она рядом с Казань-Ареной. Казань-Арена — это огромный стадион в Казани. Готовы зажигать! Готовы сиять! Нам туда! Я и Лина Амалия, мы просто пересмотрели эйфорию и сделали себе блёстки на лицо. Эйфория-стайл. Мы пошли на какую-то туфть. И там было очень много еды. То есть были столы с шаурмой, с каким-то мясом, просто с кукурузой, с попкорном, с мороженым. Всё, соответственно, бесплатно. Для волонтёров всё было очень вкусно. Тосисочки, бургер, пошли кушать! Хочу кушать! Это было тупо игра на поживание. Также там стояли холодильники с Палпи, с Прайтом, Фанты и Кока-Колы. Тоже всё бесплатно. И потом началось вот это. Ладно, подождите, не сразу. Перед этим было награждение. Татьяна Штром! Потом просто какие-то люди танцевали, что-то пели. Моя попытка номер пять! И потом, получается, вышли уже опять ведущие. И на фоне у этих ведущих играла витаминка Тима Белорусского. Мы начали все петь песню. Ведущие стоят вообще не понимают, что мы поём, почему происходит это. Уходи, дай! Нас с тобой всегда надо два! Все мои сюжеты по твоим картинкам! Потом вышла выступать девушка из Блэкстара, имя которой я забыла. Своей влюблённостью Кем мы в голове! Все, все, все! Нужный момент в сладкие воспоминания. Давай, Дэнди! И потом вышел Терри, Терновой. Ты целую неделю снова не ночуешь дома. Моя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит твой голос в руки домофона. Мы за ЧПшли! Там выступает какой-то чувак, а мы едем картошку. Там выступает Терри. А ещё все обращают на нас внимание. Моя мама говорит, что нам не по пути. Он лучший! Но, к сожалению, волонтерить именно на таких мероприятиях можно только с 14 лет. Так что, если вам 14, у вас есть возможность, идите. Также в WorldSkills было открытие и закрытие. На открытии был первый искусственный интеллект, президент Самсунг. И было закрытие еще. На закрытии выступал Путин, Лобода, Эл-Уан, Филипп Киркоров. Это мероприятие дало мне много вдохновения. Так что, на этом было все. Всех люблю. Целую. Пока!